привет друзья с вами варчик поведаю вам про новогоднее наступление может быть кто-то не смотрел картошкины видосы а кому-то лень новости читать картошкины так что я вам сейчас расскажу плюс еще выскажу свое мнение в целом как будет проходить это вся новогодняя чешуйня все будет завязана на рандомных боях с выполнением обычных заданий ну знаете вот эти вот задания которые нет смысла читать нажимая жубой они сами выполняются типа там зайди в топ-10 по опыту среди команды набитом 15-20 тысяч урона за любое количество боев повреди два танка сделал один фраг вот это вот вся фигня которую лень читать за такие задания в рандоме будут выдавать маленькие коробочки в них наверное будет какой-нибудь мусорок и по-любому какая-нибудь рандомная маленькая игрушка благодаря этим игрушкам будут собираться 4 коллекции игрушек чем больше игрушек у вас в коллекциях будет собрано тем будет выше бонус к фарму серебра до 14 января после 14 января фарм серебра будет действовать только на новогоднюю технику новогодняя техника будет открываться с 5 уровня новогодняя атмосфера с 5 и по 10 уровень будет 5 слотов открыто для новогодней техники соответственно какой уровень атмосферы открывает слот для новогоднего танка такой уровень техники туда можно воткнуть в 5 уровня слот 5 уровень танка ну и в 10 слот 10 уровень танка все логично раз в полчаса танк можно будет заменять и эти новогодние танчики будут получать еще бонус не только к серебру но и к опыту если это средний либо тяжелый танк можно будет прокачать быстрее ст или тт что в принципе неплохо потому что в рандоме их сейчас практически нет если вы вставите туда пт-шку либо арту то у вас быстрее будет качаться экипаж не знаю зачем сейчас скачать экипаж арте или пт потому что и в рандоме и так валом на них много играют сомневаюсь что там есть плохие экипажи но владельцы этих помоек будут рады поскольку сейчас рандом перенаполнен артой пт-шками неплохо то картошка подлизнула c хотя самая сладенькая осталась для лт самая ценная свободный опыт набивается на легкой техники на лт-шках если лт-шку вставить в новогодний слот чтобы лт стала новогодней техникой на мой взгляд может так произойти что когда люди докачаются до 5 уровня новогодней атмосферы рандом немножечко перекосит в сторону лт-шек которых и так много если танкисты посчитают что свободка им очень нужно на мой взгляд это очень плохое со стороны картохи нововведение поскольку лучше по не давали все бонусы опыта сразу всем классом техники пусть даже не такие большие но таким образом бы у танкистов даже не было бы повода как нибудь перекосить рандом который так полностью перекошен это мне не нравится и мне кажется что это может привести рандом в обычное его состояние в позу раком также еще если собрать коллекции полностью то можно за каждую коллекцию получить свой новогодний камуфляж и еще когда соберете 10 уровень новогодней атмосферы можно будет начинать получать прошлогодние новогодние камуфляжики что в принципе будет сделать несложно туда просто нужно будет потратить осколки и просто потыкать в те игрушки которых не хватало коллекция соберется камуфляж готов честно говоря прошлогодние собирать очень легко а вот тот год который идет сейчас этого года камуфляжики собирать не так уж и легко особенно если не донатить так было каждый год также еще будут большие игрушки и будет четыре штуки каждую следующую которую вы будете делать из осколков будет стоить дороже предыдущий они дают большой бонус но и стоят много осколков также еще картошечка вводит новую фишечку так называемые дейлики которые будут заставлять вас заходить каждый день чтоб хотя бы просто находиться в игре чтобы вы хотя бы просто зашли в нее как они это замутили замутили следующим образом будет 4 снегурки в ангаре каждая снегурка относится к своей коллекции будете на нее тыкать там или кто-то может что-то другое с ней будет делать и она вам будет давать коробку и в коробке будут игрушки той коллекции который относится эта снегурка честно говоря снегурки внешне похожи больше не на снегурок а как будто бы их только что выдернули из какого-то притона и в снег воткнули дали в руки коробку и принципе все сомнительного качества короче снегурки в принципе это все что можно будет позволить себе бесплатно в картошке во время нового года больше ничего не будет просто заходить в игру тыкать на снегурку получать к маленькую коробочку нажимать в бой после боя если выполнили простые задания получать еще коробочки и потихонечку чуть-чуть собирать игрушечки в коллекции за что получать бонусы фарме серебра ну и в принципе по большому счету все может быть если сильно прокачаете то будете получать бонусы к опыту и чего-нибудь покачаете также еще добавили пару фишечек на каждом уровне атмосферы будут даваться награды в принципе так было всегда на некоторых уровнях будут давать снегурку которую вы сможете посадить себе в любую нацию в любой танк она там будет как член экипажа с нулевым боевым братством и опытом достаточным для изучения еще одного перка принципе неплохо если у вас нет экипажа но это скорее относится уже к новичкам потому что у старичков этих экипажей уже некуда тыкать ну дают и дают азарма резиновая слабого хоть снегурка не резиновая но это не точно и еще тоже на некоторых уровнях будут давать заряд антиповторителя когда будете коллайдеры шмолайдере там крафтить себе какую-нибудь игрушку для коллекции можно будет использовать этот антиповторитель чтобы уже наверняка выпало то чего нет их будет мало поэтому оставляйте их на конец чтобы скрафтить именно то чего вам реально не хватает если какая-то игрушка прям просто не хочет выпадать то тогда применяйте этот антиповторитель просто так их налево-направо не раскидывать по большому счету все по сути просто новый год в картошке это жадью в бой и каждый день нажимать на снегурочку по сути все если будете много задротить еще задонатите то скорее всего докачайте всю эту чешую не до конца и бонус фарму серебра будет чуть больше и получите пару камуфляжиков и пару телок принципе все ну и последняя развлекуха это для тех кто будет донатить как и в прошлых годах предупреждаю своих зрителей если вам нужна голда берите ее коробками так выгодней если вам голда в картошке не нужно не покупать коробки больше коробки смысла никакого не имеют очень много людей потом жалуются что потратили много денег купили много коробок а им не выпал именно тот танк единственный который они хотели коробки так не работают они не дают то что вы хотите они рандомные случайные и даже если вы сотнями будете коробки набирать это не гарантирует что вам выпадет именно тот там который нужен имейте это ввиду я вас предупредил по поводу ежегодной покупки и жменьки коробок для того чтобы сделать видео возможно в этом году такая традиция нарушится и видео с покупкой коробок наверное не будет я еще подумаю но я уже сомневаюсь что такое видео на моем канале появится также еще после 14 января бонусы будут новогодние действовать только на новогоднюю технику новогодняя техника будет втыкаться в 5 слотов 5 6 7 8 9 10 уровня которые можно будет менять один раз в день если чаще то нужно будет заплатить серебро и все это действие будет происходить до конца января вот в принципе все также еще в больших коробках будут 3d стили на десятки они тоже случайно будут выпадать в этом году 3d стили на десятки тупо стремные мне не понравились вообще прошлом году они были намного красивее в этом году просто какого-то мусора чуть навесили и все вообще не понял в чем здесь фишка еще и на какие-то десятки по выбирали на которых никто уже не играет какой-то мусор что 3d стиль мусор что танки мусор и в принципе десятый уровень в том же месте гениальная акция если вы хотите увидеть какие танки будут выпадать в коробках если вы этого еще не видели либо хотите увидеть 3d стиле в описании и ссылка на мою группу в контакте там можете посмотреть с вами был варчик играть красиво всем пока и удачи и все и 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